Ребята, привет! У нас сегодня был план доехать до озера Выча, но что-то прошло не так. Сначала мы поехали по всяким магазинам, потом мы выпили кофе, а теперь мы приехали в город Кричем. Но на самом деле все было так, но об этом позже. А сейчас немного про город Кричем. Город Кричем находится в Пловдивской области, входит в общину Кричем и находится на берегу реки Выча, которая разделяет горные хребты на восток и на запад. Река образовала естественное ущелье, которое помогло построить дорогу к родовскому городу Девин, соединяющую три района – Смолин, Пловдив и Пазаржик. В 15 километрах проходит европейская дорога Е80, а примерно в 20 километрах к северу-востоку проходит автомагистраль Тракия, соединяющая Софью и Бургас. Расстояние от Софьи – 119 километров, а от Пловдива – 35 километров. Рельеф местности равнина холмистый, со средней высотой над уровнем моря около 253 метра. Климат района – переход на континентальный, для которого характерны теплое и почти сухое лето со средней температурой около плюс 24 градуса и влажная, умеренно холодная зима с температурой около 1 градуса Цельсия. Население составляет 8900 человек и имеет разнообразный этнический состав – болгары, болгары-тюрки и цыгане. В городе мирно уживаются представители двух религиозных общин – христиане и мусульмане. Православный храм и мечеть расположены по обеим сторонам реки. Экономика Кричима развита очень слабо. Уровень безработицы в муниципалитете является одним из высоких в Пловдиве. В городе благоустроена инфраструктура, включающая полную электрификацию, водоснабжение и канализацию. В промышленной зоне Кричим есть даже ЖД-вокзал. На территории города есть административные здания, банки, почтовые отделения и несколько образовательных учреждений, начальные школы, средние и детские сады. Функционируют медпункт и стоматологические кабинеты. В пяти километрах от города Кричим находится Кричимский монастырь, Успение Богородично. На территории муниципалитета находится заповедник из Гурялату-Гюне, который занимает площадь почти 29,5 гектар. Также имеются останки стены древней крепости Кричим. Кричимская ГЭС является последним гидроузлом в каскаде Доспад-Выча. И пока мы едем на водохранилище Выча, я вам расскажу, что же такое каскад Доспад-Выча. Каскад Доспад-Выча – это каскад гидроэлектростанций в западных Родопах, расположенный на территории Смоленского, Пазаржевского и Пловдевского районов и принадлежащий национальной электрической компании. Сооружения каскада были построены в период с 1963 по 2010 год. Каскад гидроэлектростанций представляет собой каскад из нескольких плотин и гидроэлектростанций, последовательно расположенных на реке. Каскад имеет следующие преимущества по сравнению с крупных ГЭС. Первое. Несколько последовательных плотин затопляют значительно меньшую площадь, чем гигантская плотина. Второе. Сооружение гигантской стены для плотины способно выдержать напор огромной массы воды и требует гораздо больших затрат. И третье. Улучшает возможности изменения суммарной мощности своих гидроэлектростанций. Каскад Доспад-Выча имеет общую установленную мощность 489 МВт и состоит из 7 гидроэлектростанций. Тешел ГЭС, Девин ГЭС, Цанков Камык ГЭС, Павец Орфей, ГЭС Кричием, Выча 1, Выча 2. А также в состав каскада Доспад-Выча входят собирательные отводы и 5 плотин, распределенных в 5 ступеней по одному гидроузлу на каждой из них. Ожидается строительство еще одного ГЭС с инвестициями израильской компании Israel Electric на сумму более 500 миллионов лево. Идея которого состоит в том, чтобы снабдить Пловдзев и 28 других населенных пунктов региона чистой горной водой. Итак, последним гидроузлом в каскаде является ГЭС Кричием, которая питается водами из ГЭС Выча 2 и Выча 1, перерабатываемые в Павец Орфей. Планируется, что воды, проходящие по другому маршруту, будут использоваться для водоснабжения. Но поскольку водопроводные сети не построены, он используется эпизодически в случае особого половодия или при ремонте ГЭС Кричием. Плотина Кричием занимает узкую долину реки Выча примерно на 4 километра и была построена с 1963 по 1972 года. Высота стены плотины 104,5 метра, а длина 270 метров. Павец Орфей – это гидроаккумулирующая электростанция, является четвертой в каскаде до спад Выча. Станция представляет собой надземный водоем и встроена в стену плотины Выча, введена в эксплуатацию вместе с ней в 1975 году. Обработанная вода завода поступает в русло реки Выча, которая на участке длиной 840 метров скорректирована с обработанным уклоном, чтобы его насосная установка могла использовать воду, возвращаемую из расположенной под ним Кричиемской плотины. В общем, ребят, проще говоря, это такие два бассейна с водой на разной высоте. И функция Орфея состоит в том, чтобы снабжать электросистему, когда нужно дополнительное электричество, а когда его нет, вода перекачивается обратно в верхний бассейн, чтобы она могла использоваться позже, если это необходимо. Средний перепад составляет 112 метров, а максимальное количество перерабатываемой воды – 160 кубических метров в секунду. Среднегодовая выработка электроэнергии составляет 160 гигаватт в час. Вот из этих разноуровневых сооружений и создались болгарские фьорды. А мы решили остановиться у этой гостиницы и посмотреть, что там внутри и что они предлагают. Оказалось, что весь комплекс гостиницы, а также ресторан закрыт, потому что на зимний сезон они не открывают, и начинает сезон они только в начале апреля. Поэтому, если вы будете ехать в эту сторону, учтите, что сезон начинается в начале апреля. Ну а этот замечательный павлин решил перед нами покрасоваться. И ни с того ни с чего, так бочком-бочком подошел к нам поближе к камере и распустил свой хвост. А мы отправляемся дальше спуститься ниже к воде. Платина Выча – одна из крупнейших в стране. Ее длина составляет более 30 километров. Она обеспечивает часть питьевой воды для пловдива и воду для орошения пловдивских полей. Платина является годовым выравнителем и занимает площадь 5 квадратных километров. А общий объем ее водохранилища составляет 226 миллиона кубометров. Стена платины самая высокая в Болгарии – 144,5 метра. Выча является популярным туристическим направлением благодаря своим понтонным сооружениям, некоторые из которых можно арендовать, а также это любимое место для любителей ловли рыб. Здесь большое разнообразие рыбы, природа прекрасная, поэтому вы можете насладиться ею во время посещения платины. Итак, это озеро Выча. В планах было приехать сюда, взять в аренду моторную лодочку и покататься, и если удастся, подняться на эти плавающие домики, которые вы видели, и посмотреть что-то. Но получилось так, что в этот замечательный день тут снимают телевидение, какую-то программу, и они забронировали все эти лодки, и нету ни одной лодки. Когда они закончат снимать, неизвестно. Вот сейчас мы идем сюда куда-то вниз посмотреть, может быть, есть еще у кого-то лодки. А теперь я вам покажу, зачем нужна машина 4х4 в Болгарии. Смотрим. В общем, мы спустились вниз, там оказались рыбаки. Мы поговорили с ними, и они уже закончили рыбачить, и вообще им неохота морочиться там кого-то куда-то возить. И сказали, что телевидение забрали все, и больше ничего нету, нету ни одной лодочки. Так что пошло все не по плану, но зато мы получили море удовольствия от великолепных видов. Это такая красотища, ребята, я вам даже не могу передать словами. Для тех, кто интересуется инвестициями, и я совершенно случайно видела в объявлении, что продавали один такой понтон в размере, не помню точную сумму, но что-то в размере 130 тысяч евро. Так как мы не нашли ни одного места, где можно перекусить, мы отправились в Перуштицу, и там зашли в ресторан. Перуштица находится в Плодзевской области. Город является центром и единственным населенным пунктом муниципалитета Перуштица. Население города составляет около 5000 жителей. Жители занимаются в основном виноделием. Производят Перуштица Маврут. Маврут – это традиционный болгарский сорт красного винограда. Один из старейших и считается одним из самых ценных и качественных местных сортов. И, естественно, красное вино из него называют Маврут. Ну, а сам ресторан был просто симпатичен интерьером, но ни вкусом, ни сервисом нас не привлек. Поэтому десерт мы решили поесть в Плодзеве. Конец-то мы вернулись в Плодзев! Ура! Погода к вечеру уже подпортилась и стала хмурой и пасмурной. Сейчас мы поставим машину и пройдемся через парк царя Симеона. Сад царя Симеона является самой большой зеленой достопримечательностью Плодзева и самым важным парком города. Сад представляет собой не естественную зеленую зону, а искусственный оазис, созданный ландшафтным дизайнером Люсьеном Шиволасом, швейцарским садовником, известным по прозвищу «Министр цветов». Свой красочный шедевр он создал в 1892 году для первой болгарской выставки. Сад расположен в самом центре города и является одним из знаковых мест для посещения. В нем есть венский павильон, многочисленные фонтаны и места для отдыха, а также детские площадки. Есть также знаковый памятник богине плодородия Диметры, а летом работают поющие фонтаны. Это один из моих любимых мест в Пловдзеве, и если вы будете в гостях или проездом в Пловдзеве, обязательно прогуляйтесь по этому парку. Возможно, часть сегодняшней информации не будет многим интересно, но мне было важно объяснить, откуда взялись болгарские фьорды и как построен каскад Доспатвыча. И очень хочется верить, что в тяжелые времена Болгария не останется без воды. Болгария прекрасна своей природой и каждый раз поражает мое воображение. И мы уже добрались до нашего кафе, заказали десерт, пошел дождик. Я благодарю вас за просмотр, за каждый лайк и ваш комментарий. Такое вот путешествие у нас было сегодня. На этом все. Всем хороших выходных. Пока-пока.